МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2018 году средняя сумма задолженности была 225 тысяч рублей. При этом, по данным экспертов, наибольший долг свыше 300 тысяч рублей у заемщиков в возрасте 31 года до 40 лет. В каком городе мира жить дороже всего и чем опасны уличные банкоматы? Подробности далее. Эксперты опубликовали рейтинг самых дорогих городов мира. Ожидаемое первое место занял Цюрих, следом Базель, Лозанна и Женева. За основу аналитики взяли индекс стоимости жизни. Его рассчитывают на основе покупательной способности населения, цен на питание, транспорт и коммунальные услуги. А из российских городов самая высокая позиция Москвы. Она заняла в списке 251 место. На 275-м Владивосток, Северная столица на 284-м. Нижний Новгород на 306-м. Всего в рейтинг вошло 440 городов мира. Русскачество считает уличные банкоматы опасными. По данным специалистов, именно на такие устройства мошенники чаще всего устанавливают устройства, считывающие данные пин-коды карт. А вот банкоматы, расположенные в помещениях кредитных организаций, мошенники переоборудуют реже. В отделениях установлены камеры слежения. При этом, как отмечают в Роскачестве, такие несанкционированные устройства можно заметить самостоятельно. Они отличаются от основного устройства по цвету и неплотно прилегают к нему. При обнаружении подозрительных устройств на банкомате специалисты рекомендуют отойти. На безопасное расстояние обратиться к сотрудникам банка. Аналитики агентства «Домофон» сообщают, за год цены на землю под индивидуальное жилищное строительство в стране упали больше, чем на 7%. В среднем до 40 тысяч рублей за сотку. Однако в городах-миллионниках и в Новосибирске, в частности, наоборот, цены выросли. Среди городов-миллионников тройку лидеров по росту цен вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск. В сибирской столице положительная динамика превысила 18%. Сотка земли в среднем обходила в декабре минувшего года почти в 60 тысяч рублей. Аэропорт Толмачево увеличил пассажиропоток на 800 тысяч человек за минувший год. По итогам 2019-го воздушная гавань обслужила больше 6 миллионов человек. Прирост составил около 14%. Примерно настолько же вырос пассажиропоток на внутренних авиалиниях чуть меньше на международных. По данным аэропорта, больше всего увеличилось количество трансферных пассажиров, плюс 27%. Самыми динамичными направлениями стали Салихард, Новокузнецк, Казань, Братск, Томск, Самара и Улан-Удэ. На международных – на Манган, Камрань и Сеу. Также в прошлом году были открыты новые рейсы из Новосибирска, в том числе чартерные. Поддержка семей и внедрение новых механизмов соцобеспечения – приоритет работы федеральных властей. Об этом заявила исполняющая обязанности зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Напомню, новые задачи в социальной сфере поставил президент Владимир Путин. «Есть ресурсы и воля, все составляющие, чтобы решать самые сложные задачи», – сказала Голикова. Ниж тем, Минфин считает, что все меры будут реализованы вне зависимости от того, сколько это потребует ресурсов. И напоследок, в Свердловской области нашли изумруд весом в полкилограмма. Находку сделали на месторождении «Мариинский прииск». Стоимость изумруда оценивают в 55 тысяч долларов. Камень относится к первой категории по цвету и ко второй по сорту. Найти дорогой изумруд рабочим удалось на глубине 260 метров. И сейчас руководство предприятия решает вопрос о награждении сотрудников, нашедших изумруд. На этом у меня все новости. С вами был Дмитрий Белькевич. До встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Перст-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok